Шумная стайка второклассники казачата средней школы номер 6 с цветами и подарками пришли поздравить Валентина Фёдоровича Зинченко с днём рождения. Ветерану Великой Отечественной войны, меткому снайперу и офицеру морфлота исполнилось 88 лет. Валентин Фёдорович приболел. Вдвойне приятно было увидеть у себя дома ребят, которые читали стихи и говорили ветерану слова благодарности. Принёсший много ран, переживший много лет, С днём рождения, ветеран, славных воинских побед! В наши дни вы совесть, честь и весенний рост травы. Хорошо, что в мире есть наш освободитель, вы! Школьники сами сшили ветерану подарок, именную подушку, принесли именинный торт. От Анапского районного казачьего общества именинника поздравил атаман Валерий Плотников. За чаем супруга Валентина Фёдоровича рассказала ребятам, как и сама в военные годы в 12 лет помогала раненым. Я ходила в госпиталь, когда освободили в Киев. Вместе с нянечками мы помогали умывать раненых, кормить их, рассказывали стихи, как и вы декламировали, пели песни, писали письма, потому что многие тяжелораненные не могли писать письма своим невестам, своим родителям. Ну, тоже вот так я считаю, что могли. Чинили, да, очень много было тулупов, которые осколками снарядов, пробитые полями. Мы, ребята, чинили. Супруги вместе уже 64 года. Людмила Борисовна гордится своими мужчинами. Я внучка офицера Царской армии. Я дочка командира Красной армии. Я жена офицера Советского военно-морского флота. Я мама офицера Российского флота. Я бабушка офицера Российского флота. Мои внуки служат на Северном российском флоте, на атомных подводных лодках. И я прабабушка, мой старший правнук, кадет, кадетского корпуса, морского. Ребята рассказывали о своих родственниках, помогавших ковать победу. У меня бабушка шила форму солдатам. Она была маленькая, шла война. Ей было очень страшно сначала. Людмила Борисовна от всей семьи поблагодарила ребят за заботу и внимание. Они же участвовали на Великой Отечественной войне. Поэтому их надо поздравлять. Герои.